Здравствуйте! В студии Наталья Обливина и это программа «Недвижимость в цифрах». Сегодня мы поговорим о ценах на вторичное жилье Петербурга и рассмотрим стоимость городских квартир на первичном рынке. Информация о строящейся недвижимости была подготовлена консалтинговым центром «Петербургская недвижимость». Осенью 2014 года на территории Санкт-Петербурга в продажу поступило 53 объекта общей площадью порядка 900 тысяч квадратных метров, включая на в очереди уже реализуемых жилых комплексов. В общей структуре вывода новых объектов порядка 86% приходится на объекты класса масс-маркет. В территориальной структуре вывода первое место приходится на Приморский район. На него пришлось 25% от общего объема жилья, вышедшего на рынок Санкт-Петербурга осенью 2014 года. За Приморским районом следуют Выборгские и Красносельские районы. На них в общей структуре вывода приходится по 11%. В обжитых районах Петербурга в классе масс-маркет средняя стоимость квадратного метра зафиксированная на 1 декабря 2014 года такова. Самыми дорогими районами являются Василиостровский, Центральный и Адмиралтейский. В них квадратный метр стоит 115 400, 117 500 и 122 100 рублей. Относительно недорогие районы Красногвардейский, Выборгский и Фрунзенский, где цена квадрата в среднем 76 700, 81 800 и 88 100 рублей. В Приморском районе продолжается активно застраиваться зона каменки. В данной локации предложение пополнилось за счет вывода в продажу новых корпусов в жилых комплексах «Чистое небо», «Шуваловский», «Новая каменка». Кроме того, в данной локации в реализацию поступил новый объект – жилой комплекс «Ультра-сети» на пересечении Коменданского и Шуваловского проспекта. В данном жилом комплексе квартиру с предчистовой отделкой на сегодняшний момент можно приобрести 2,5 миллионов рублей. В жилом комплексе «Чистое небо» в той же локации квартиры с чистовой отделкой предлагаются от 2 миллионов рублей. В Красносельском районе предложение пополнилось за счет вывода в продажу нового корпуса в жилом комплексе «Южная акватория», возводимого на берегу Финского залива. Кроме того, в продаж отмечен двух новых жилых комплексов «Солнечный город» на границе с Петродворцовым районом, где квартиры предлагаются от 1 миллиона 900 тысяч рублей, а также в жилом комплексе «Дважды-2» в Красном селе, где квартиру можно приобрести от 1 миллиона 700 тысяч рублей. В Имбрисском районе продолжается активно осваиваться локация «Парголова» в районе станции метро «Парнас». В данной локации предложение пополнилось за счет новых очередей в жилых комплексах компаний «Дальпетерстрой» и «О2 Девелопмент». Кроме того, в продажу вышел новый жилой объект – жилой комплекс «Шваловский дуэт» компании «Прок». А сейчас обратимся к динамике цен предложения на первичном рынке класса масс-маркет в обжитых районах Петербурга. В ноябре прошлого года цена квадратного метра составляла в среднем 92 500 рублей. На начало 2014 года стоимость поднялась незначительно – до 92 600 рублей. К лету цена квадрата выросла до 97 200 рублей. И сейчас мы также наблюдаем положительную динамику цены, отметка которой достигла 99 600 рублей за квадрат. Стоит отметить, что в локации «Парголова», как правило, возводится жилье сегмента эконом. Жилье более высокого уровня, например, сегмента комфорта, возводится в других локациях Выборгского района. Так, на Ярославском проспекте компания «Эльба» вывела в продажу жилой комплекс «Дома Березового сада», в рамках которого планируется строительство всего 80 квартир. В Невском районе стартовали продажи в жилом комплексе «Невская Двезда» во второй очереди. Кроме того, началось освоение локации «Усть-Славянка». Продажи вышли квартиры в первую очередь жилого комплекса «Алый паруса», в рамках которого планируется строительство 144 тысяч квадратных метров жилья. На сегодняшний момент квартиру в данном жилом комплексе можно приобрести от 1 миллиона 850 тысяч рублей. Кроме того, в ближайшее время в данной локации ожидается старый продаж в жилом комплексе «Петр Великий» и «Екатерина Великая», а также квартал реновации территорий. Продолжает наш выпуск обзор цен на рынке готового жилья. По данным Центра исследований и аналитики группы компаний «Бюллетен недвижимости». За прошедшую неделю стоимость жилья на вторичном рынке Петербурга не изменилась. Средняя цена предложения – 102 700 рублей за квадратный метр. Доля объектов, цена которых меньше 70 тысяч рублей за квадратный метр, составляет почти 3% от общего объема предложения квартир. Большую долю рынка – 80,6% – занимают объекты, цена за квадратный метр которых от 70 до 120 тысяч рублей. Почти 10% приходится на объекты стоимостью от 120 до 140 тысяч рублей за квадратный метр. И доля дорогих объектов, цена которых больше 140 тысяч рублей за квадрат, составляет 6,7%. Самыми дорогими на вторичном рынке остаются однокомнатные квартиры в домах старого фонда с капитальным ремонтом. Здесь стоимость квадрата составляет 128 100 рублей, а без капитального ремонта – 122 600 рублей. Самыми дешевыми вариантами остаются трехкомнатные квартиры в старой панели. Средняя цена предложения на этой неделе составила 84 100 рублей за квадратный метр. Самое дорогое жилье на вторичном рынке Петербурга предлагается в Центральном и Петроградском районах. Цена квадратного метра здесь составляет 117 и 121 200 рублей. Самое дешевое жилье предлагается в Красносельском районе. Стоимость квадратного метра жилья здесь составляет 88 200 рублей. Также недорогое жилье можно приобрести в Невском районе, где цена квадратного метр составляет в среднем 90 400 рублей. Это был обзор цен на рынке жилья Петербурга за прошедшую неделю. С вами была Наталья Обливина.